Всем привет! Мы снова в башне времени. Это ему открытого прохода с карманами полными мусора. О, какие-то светлички. Внимание Кэллы привлёк старый изорванный кусок пергамента, лежащий на полу. Орведя пальцем по строкам, она отвернулась, её лицо исказилось страданием. При приближении отряда она отступает назад, её голова и глаза низко опущены. Кэйн берёт пергамент из её трясущихся рук и читает список незнакомых имён. Рядом с каждым написан титул и трёхзначное число. Что это означает? Некоторые имена мне знакомы. Я знаю, и я знаю их все, но не могу связать с ними никакие события в моей памяти. Не могу вспомнить ничего определённого. Будто бы вся моя жизнь окутана непроницаемым облаком дыма. Не понимаю, почему я не могу вспомнить, кем они были, но зато с лёгкостью могу управлять этими машинными панелями. В моём королевстве был один голем, гном-целитель, который утверждал, что наш мозг — сложная машина. Каждый его отдел отвечает за разные виды мышления. Возможно, машина сна, в которой тебе довелось быть, затронула только определённые части твоего разума. Я знал, что ты хорошо разбираешься в машинах, сын Рокхайма. Должно быть так и есть. Твоё объяснение меня успокоило. Мэйв бормочет. А я знаю людей, которые готовы убить, чтобы забыть о своём прошлом. Мы спускаемся вниз к порталу, видимо. Как он сказал. И лампа там, и кот не введён. Мы что-то тут не всё доделали. Нам тут не договорились что-то. Посох ветров. Сейчас посмотрим, что хорошая опять мана за удар минус 10. Он ману тратит. Увеличивает урон от критического удара этим оружием от 200 до 650 процентов. А шанс критического урона 30. Мощная машина на минус 10 ману, по-моему, полностью нивелирует. А, он ещё и медленный, как чёрт и чё. Только хорошую защиту даёт. Не. Хорошая попытка, но тоже нет. Кристаллы столько отдают. А вот это чё такое? Это не металл? Или это грибы такие? Оба, да. Черепушка. Вон он, портал, видимо, куда мы шагаем. С порталами вот эти... А это механизм, по-моему, это попроще. Ну, разойдись. Авторезак. Блин, это плохо. Этих будет много. Эти будут поддерживать. Но в целом они знакомы, но мы должны справляться. Это смех какой-то. Пять порталов. Раздвинутых вот так вот. Нас сейчас утопят. Это как тут драться-то? Чё за чё началось-то? Нормально общались. Или это разные башни? Вот раз портал. Они, правда, лёгкие. Два портал. Три портал. Четыре портал. Нас затопят. Манинада. Это 200. Вот эти надо брать. Все побежали сюда. Агнолледь. Все побежали сюда. Агнолледь. Вот этого пока. Отключим. Бегом. 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 Все бегом сюда. 181. Какие из них? Давайте сюда. Вот эти два надо уничтожать. Останется один портал. Мы не успеваем все почистить. Агнолледь. Да. Агнолледь. Ну агнолледь. Агнолледь. Манинада. Гоинг. разбиваем от этого эрик отъехал все-таки а это конечно и для нас она тоже отъезжает и не закрытый портал ничего происходит то продолжим портал откройте сейчас начнутся неприятности может быть гнома вот это пригодится а а а нолич гном дистанционных нету вообще так у гнома должна быть портал 22 секунды сейчас посмотрим через сколько он в следующий раз откроется но блин они могут волнует у не пережить я не знаю сколько там да не он еле еле удерживаю на плыв 240 придется сейчас их выманивать сюда сейчас с портала придешь пришедшие враги бегут где-то до телепаются 210 лучше портал убрать железяка конечно может пострадать а нет он за не за нами пошли а он за железяка за ними рубики вхождение где где блин кнопки не вижу неудачно разделились если бы разделились вот так хотя бы мечник лучник мечник лучник может быть было бы больше пользы ну так тоже неплохо принципе два мечника секунду такой урон выдает что никто конкуренцию составить не может что это был откуда чё пролетела разбитая же вышка а 3 еще надо будет туда сходить собрать за железяка побежим ну вроде бы получилось но это очень сложно а это у нас кто-то издалекан из нас стреляет ну-ка гном отравление разложение броня на 25 секунд снижена улд помогает все последнее осталось нам повезло что мало было противников в волне которая из телепорта может быть может быть врагов ограниченное количество в любом случае хотя нет тогда чем меньше телепортов тем они бы больше оставшиеся через телепорты прибывали ну в общем повезло какая-то новая майка скорость передвижения замедляет конструктов мистическая робобаррикад броня лучше плюс еще 5 процентов броня очки здоровья лучше регенерация здоровья хуже скорость передвижения хуже и скорости нет зачаровать можно ну в принципе неплохая но мы теряем регенерацию гному-то регенерацию без разницы у него и так 16 в принципе гному можно ее выдать не понял сейчас а на ком была она а это вообще на Эрика у него регенерация 7 и 8 ему нельзя снижать защита та же правда плюс броня будет 30 еще плюс 5 процентов 636 скорость где у него передвижения 14 в принципе ну скоростью можно пожертвовать очки здоровья чуть повыше будут ну можно можно попробовать мы ему регенерацию тем более вернем 05 повышение урок навыков защита не лучше пусть защита будет все регенерация на две десятки всего снизилась скорость передвижения на двоечку здоровье чуть выше ну посмотрим ну посмотрим ничего не разбираем ну по крайней мере ну по крайней мере хоть чуть-чуть стало получше здесь еще что-то лежало сундук с реликвией да что это за реликвией это зеленого цвета а это что деталь оружия ваш отряд нашел спусковой механизм для создания пистолета третий все три нашли где делать создать оружие в магической кузнице это которая в библиотеке на втором этаже синенькая помним такую может быть исходим сделаем чё нам кабанам но все равно прикольно сделано нет не то я хотел посмотреть сундуков еще три пропустили два сражения пропустили два свитка чар и дополнительное задание ну это идем пистолет сделать портал нет давайте сделаем вот так вернуться в город а у меня с 10 уровня уже молодцом значит смотрим в башне испытания что дают за боевых мехов в самом жестком варианте победите титана аура обсидиановой коры увеличивает броню на 18 в радиусе 14 метров сейчас у нас 14 это еще минус 20 все камни ну плюс 6 ну это вещь этот босс топор золотой ну неплохой но опять же урон рассечением 180 ооо кстати выживите в дуэли просто денежка ремонтные мехи процент маны в секунду давайте попробуем а то еще за кадром за кадром опять 25 дадим 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 Отбежать Нет, нет, не та кнопка Как я могу тебе помогать? Пока так Дадим время нашим там распинаться Все получилось Деревяха вот сюда за спину Этих на холодок Эти пускадай там задвигают По-моему тут без разницы общее количество Деревяха погибает То есть неважно мы их здесь уничтожаем или там Замедление Уязвимость Но она очень редко стала их ошеломлять Я не понял Я не понял Наших самих там Оглушают Поближе подойти А это сверху стрельба какая-то Сейчас они вот этих добьют Трех и надо собраться вместе Блин, она под этим... Зачарованием находится Трех и сцены Уничтожаем Трех и сцены Опять эти не выделились Я так понимаю, это особенности Движка Не всегда Обрабатывается нормально Мышка Вот этого надо убрать Чего они тут стоят Постоянно какими-то Лучами у нас пуляют Минус лапка Надо помогать I never miss Of course Shoot them Манимарте Right between the eyes For honor and glory Sire Уходим, уходим Он держит его Опять у него поймали Манимарте For honor and glory For honor and glory Милорд Heading out Ready to serve, my lord Affirmative Consider it done Move it out Moving into position Shoot them Сire Сire Агнолледж 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 Сire 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 Вот этого вынести Быстро Пока Не пришли Нехорошие Сire 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 Одного выстрела ему не хватило Не, ни одного Но все равно И опять идут уже новые Манимарте У нас есть что-нибудь? Вот такое Бабац Получите Агнолледж Да, мой лорд Железяк Агнолледж Блин Сложная фигня Поставим его поближе Пускай они подойдут Мы там-то поставим сюда Лечилку Опять ошеломление Вот этого надо убирать Лук сюда надо пускай Может это отвлечет Как чуть-чуть Потому что надо ковырять босса Это главный вопрос Уберите его Чтоб опять начнет ошеломлять Нет-нет Вот это Теперь зачеркнуть их Пускай вокруг пока походят Надо чтобы на расстоянии Держали магов Добивали Все Учнулся Ставь лечилку А, блин Он не долетает до туда Где-то стоит Не рабочая Блин, они вырубили Они все ошеломлены Я не могу ничего сделать Не вылечиться Нифига Понемного Ушеломления Все вместе соберитесь Вот этого убрать Этих прорядить Всех вылечить Я надеюсь они конечные все-таки Мне Ставь лечить Мально Ск sempre Мамин Ванен Мамин Этих Яс Капец 45 магов выключает практически от одного до двух человек и этот до сих пор ошеломляет сейчас тоже не важно золотой ключик наш аура коры обсидиановая за ргут 84 процента чё такое то чему там не сделали смогла на где мы тут еще не были кузнецы поставили пока а блин оба на второй этаж возвращаться сначала их блин только что потратил еще за 5 переделывать не понял нижняя броня почему почему нельзя не понял сейчас эту можно переделывать на третий уровень может ограниченное количество раз можно переделывать у него сейчас шипы там причем хорошие не пойму она уже переделана получается да у нее не можем переделать у них только стихийное сопротивление она потом разбилась пистолет сделаем башня второй этаж а мы уже здесь прикольно она запоминает место откуда мы уходим с этажа магическая кузница ваши герои вернулись в кузнице рахим чуть ли не спотыкается собственные ноги в предвкушении когда он разжигает огни кузник кейла выкладывает все три детали сын нарукхайма я думаю что эта часть должна принадлежать тебе рахим держась за сердце и закрывая глаза спасибо миледи но только если вы скажете что делать я не хочу после всего рисковать потери этого оружия из-за своей гордости кейла и рахим собирают части вместе кладут их магическую кузницу через мгновение появляется раскаленный до красна кусок металла когда он остывает он принимает форму как вам кажется собранного пистолета с длинным гладким стволом ровные длинные линии сверкающее серебро придают этому оружию особую красоту мушкет экспериментальный повторитель кельсира физический урон шанс минус 5 процентов критического урона атрибут 4 скорость ослабляет броню на 1 в течение 60 секунд с каждым попаданием это прикольно стреляет он раз в 2 секунды а такой вопрос с двух рук если стрелять урон 77 но это ведь не будет никаких эффектов не отбрасывание не ошеломление не замедление не уменьшение сопротивления врагов но урон хороший тут без разговора в общем поигрались и хватит а че мы там еще не выполнить то могли все-таки лампа это секретная комната какая-то вот странная лампа и странное устройство ввода мы где-то пропустили код вводим код заработала лампа мы телепортируемся в секретную комнату и как раз добираем два свитка чар и три сундука и три сундука а мы же вроде бы гнома качнули нет в прошлый раз ладно тогда вперед еще два сражения где-то пропустили может быть в той же комнате но я сейчас не буду уже вас мучить пойдем ниже просто запомним что на этом этаже у нас осталось еще недоделанное ого взгляните на размер этого места интересно что они складировали во всех этих контейнерах арахим наклоняется над открытым контейнером практически попадая внутрь затем он бросается к другому приседает рядом с ним вглядывается в него через сияющую дыру сбоку пусто думаю все контейнеры пустые какие-то контейнеры для хранения маны ты уверен? да я чувствую остаточную магическую энергию нет никаких сомнений у них должно было быть достаточно магии чтобы восстановить половину артары хранящуюся здесь интересно что здесь вообще случилось ничего не будет происходить? а нифига себе да вот блин где-то не заглянули? вот камушек уже первый этот этаж где мы не все собрали ну этих уже не виноват пробуем жестянки воно пробежать побыстрее обалдеть все вместе объединиться вот сюда объединиться чтобы было сопротивление все как только нам дали стрелять тут же всех проредили все как только нам дали стрелять тут же всех проредили Капец, они вскочат. Нас жрут, но мы не жуемся. Нас мало, но мы в тельняшках. Еще защиту накинем. Пускай лук стреляет, мы их нормально ослабляем. Даже вам пригодится. Бегут, бегут. Неуклюже. Блин, нифига не сковывают. А мы вам морозу. Не надо. Укрепиться что-то. Когда их много опасно. Изменился рисунок боя. Злее стали и очень быстрее. Смотрите, гном тридцатку. Тридцать одну штуку намахал. Просто стоя на месте. Мы двадцатку. И двадцать пять на двоих. Электроники. Это получается у них было 75 тысяч здоровья в этой пачке. А, и плюс еще. Лук. Штуку настрелял. Железяков всего 60. Интересно. Его быстро съели? Или он не наносил им урон? Хатичный земляной топор грома. Похоже, каменный. Но он слабый. Но он слабый. Сейчас включим телепорт. Заметка экспедиции. Старая записка. Один из членов отряда заметил лежащий на пол рюкзак. Мэв берет его и за два вдоха обшаривает каждый его уголок. Все, что ей удалось найти, два порванных кусочка бумаги. При соединении двух кусочков складывается единый текст. Нам наконец-то удалось захватить один из источников энергии у конструктов, до того, как его уничтожили. Как-то странно, что источники энергии конструктов покидают их тела, когда тела ломаются. Интересно, куда они деваются и почему? Но это вопросы для другого времени. Сегодня можно праздновать. Ура, ура, ура. Это не Дева взяли в заложники. Ну, достали из корпуса. Источники энергии конструктов совместимы с имеющимися у нас техномантическими приспособлениями. Трудно поверить, что всего один такой вырабатывает столько энергии. Еще несколько, и наши волнения о запасах энергии закончатся. Когда я вернусь, нужно будет лично поблагодарить чародея Слифа. Без его руководства мы бы никогда не добились всего этого. Накладывает 70% замедления на 10 секунд. С 12% шансом ошелмить врага. Оружие дальнего боя. А его ж можно перезачаровать, получается. А, это сопротивление врагов. О, че урон это оружие? Блин, на втором не показывает. А его и снять нельзя, прикольно. Этот можно, этот нет. Прикольные богулины. А, теперь отсюда нельзя снять. Прикольно. А просто сейчас нет. А одна кружка навечно была прикована. Вы мне напомните, я вам про нее завтра расскажу. Он, кстати... Не улучшенный. Шансы замедления. А куда делся? Урон, дополнительный урон. Чем у него дополнительный урон? Огнем. Силу навыков минус 40. Исправим чуть-чуть. Это сюда. Это сюда. А у него арбалет тоже человек. Куда я смотрю? А у него, кстати, не было этого очка. Его нельзя было улучшить. Он золотой. Дополнительный урон пустотой. Надо его увеличивать. Может, еще какие-нибудь появились. Кольцо. Максимальная мано-регенерация здоровья. Хорошо. Ну, блин. Не понял, почему я не могу улучшить броню. Титановый шлем. Уже готовый. Повышает урон навыков на 30%. Очки здоровья 60. Скорость при движении меньше. Сила навыка 30. Критический урон 1%. Почему называется чародей? Он же на нас. Или нет? Да, на нас. Сила навыка выше, но мы не используем его. Пять брони плюс 40 очков здоровья. Навыки мы стены рисуем. Какой смысл нам усиливать? Стены. Я не понял, чей час. Разлом в пространстве времени. Выглядит не так, как я это помню. Хотя, если честно, я мало чего помню. Похоже, здесь какой-то взрыв произошел. И не один. Один взрыв не смог бы уничтожить все эти мосты. Значит, нам придется возвращаться? Не обязательно простолюдинка. Не все мосты являются физическими по своей природе. Взгляни. Отряд смотрит в конец прохода, где в воздухе парит синий раскол, окутанный толстым слоем пульсирующей белой энергии. Этот раскол, кажется, всасывает в себя весь окружающий воздух. Когда шепот подходит ближе, чтобы взглянуть, черный дым выскальзывает из ее рук. Летит к расколу и исчезает в нем. Когда же она проводит рукой с другой стороны, ее черный дым остается неподвижен. Странно, я здесь не чувствую никакой магии. Мне неизвестно ни одной технологии, способной на такое. Тем не менее, это действительно проход. Вопрос в другом. Осмелимся ли мы пройти через него? А тут еще титановые саботончики. Ну для кого? Не минус 4 все защиты, 50 очков здоровья, минус скорость передвижения. Увеличивать здоровье и ману на 15%. Ну что это? Кто эти характеристики придумал? А здесь пускают. А, это тупик. Рукавички. Такие же хреновые, как и саботоны. Прям максимально плохие. Ну, нам тогда в портал. Помещение для чистки воды называется. Ну, пойдем. Кейн встает перед разломом. И волосы встают дыбом в направлении синего портала в неизвестность. Закрепив экипировку на своем теле, щитоносец оглядывается через плечо. Я пойду первым. Если это ловушка, в ней попадусь только я. Если по ту сторону все будет спокойно, я подам сигнал. Он бросает взгляд на Мэйв, которая открыла рот, желая что-то сказать, но засомневалась. После короткой паузы Кейн разворачивается и делает шаг в сторону портала. Он исчезает, будто теряется за плотным занавесом. Я глазам своим не верю. В какой части артары мы сейчас находимся? Очевидно, что мы больше не в артаре. Мы где-то в другом месте. Но... Разве это важно, подруга? Пока под ногами твердая земля, все нормально. Ну да, ну да. Большие полупрозрачные кристаллы светятся перед вашими героями. Масса полупрозрачных кабелепроводов, циркулирующей по ним энергии, поднимается из-под платформы. Ваши герои факутывают страх от недвидения природы, такой чужеродной инженерии. Может, это какая-то неземная растительность? Вроде кляпцев, растущих на корабле. Скорее, это трубы для перемещения энергии. Или мусора. А возможно, это щупальца огромного космического существа, которое питается неосторожными путниками. Ваши герои быстро отходят и возвращаются к самому заданию. Куда они отходят? А, губ. Прикольно. Тут город одна дорога. Поэтому никуда мы не отходим. Я не пойму, куда карта делась. О, появилась. Просто невероятно. Что за сила была расположение тех, кто создал это место в распоряжении? Что за секреты они узнают, смотря через свои величавые окна? Что-то не так. Нас не должно быть здесь. Нужно отступить, найти другой путь. Кейн отходит в портал. Его глаза в панике мечутся в разные стороны. В чем дело, Кейн? Нам здесь не место. Нужно убраться отсюда, пока есть возможность. Убраться? Мы только что сюда пришли. Как ты вообще можешь уйти из такого места? Я бы здесь всю оставшуюся жизнь прожила. Я чувствую, что это место как будто бы мой дом. Мы не можем уйти сейчас. Милорд рассчитывает на нас. Мы нашей честью поклялись ему в верности. Если мы уйдем, нас будет ждать несмываемый позор. Надоело мне эта безумная башня. Достало уже. К черту все эти машины. Да древние металлы. Эрик смеется. Ух ты, смотрите, там рядом с башней какой-то маленький человек. Такой малыш. Привет, малыш. Мне надоела игра в кошки и мышки. Если враг нас ждет, пусть наконец покажется. Да что с вами со всеми такое? Пока инженер древности продолжает расспрашивать своих новых друзей, вы чувствуете странное покалывание. Вас внезапно одолевает чувство гнева, страха, страсти, восхищения, радости и печали. Они появляются волнами, одно чувство за другим, без всякой причины. Во время этих сильных эмоций вы чувствуете, что теряете связь с мыслями и чувствами ваших героев. Вы все еще их чувствуете, но связь обрывиста. Она не полна и противоречива. Хуже того, их мысли и эмоции идут вразрез с их характерами. Это неприятное чувство. Чем больше вы пытаетесь восстановить связь, тем хуже выходит. Пока вы пытаетесь исправить положение, ваш посещает уже ужасная мысль. Если вы потеряете контроль над вашими героями сейчас, возможно ли, что никогда ее больше не восстановите? Можете ли вы позволить себе такой риск? Возможно, если вы соберете все свои силы, то сможете сфокусировать вашу волю на отряде и освободить их от этого нестабильного влияния. Или же единственный способ вернуть контроль, дистанцироваться от вашего отряда полностью и позволить ситуации развиваться своим чередом? Ага. Как вы поступите? Навязать волю и дистанцироваться? Некоторые сохранили здравомыслие. Шепот и Кейла. Если навяжем волю, шепот и Кейла уйдут в минус, остальные, видимо, в плюс. Дистанцироваться. Как можно давать ответ на вопрос, который даже не задан? Просто какие-то сопли. А может быть так, а может быть вот так. А ты решай теперь. Если они с этим не справятся, то дальше они точно не пройдут. Дистанцируемся. Кейн Мэйв, Архим минус. Эрик Борн, Шепот и Кейла плюс. Просто тупость какая-то вот эти ключевые решения. Вот они портят единственное не место им в игре. Они как-то недоделанные, по-моему. Хорошо все обдумав, к вам приходит понимание, что вы не имеете права менять ход мысли и действий ваших героев просто потому, что их решения вам не нравятся. Пусть их поведение идет в разрез с личными качествами, кто вы такой, чтобы решать, что желание Кейна отступить ошибочно, и что внезапное стремление Мэйв к чести и славе нужно пресекать. Что-то вам подсказывает, что это испытание их убеждений. Если ваши герои смогут выстоять перед этой бурей эмоций, то они станут еще сильнее и решительнее. Вы ослабляйте свою волю и позволяйте им самим найти путь. Что с той металлической рукой, а? Эльф на дереве, эльф на небе, желудь падает, бабочка летит. Эрик смеется. Прекратите. Почему мы должны спасать Артару, когда мы можем жить здесь? Скорее, все обратно в башню, пока еще есть возможность. Прекратите. В отступлении нет чести Кейн, честь только в благородной смерти. Ому Кейла одна осталась, вменяемая. Я раздавлю их голову, растопчу их кости, разорву их на куски. Кейла прикрывает уши и кричит «Хватит!» Голос инженер раздается эхом вокруг отряда, как будто бы он прозвучал в огромном металлическом зале. Спустя некоторое время девушка убирает руки от ушей, смотрит на своих товарищей. Все они лежат на полу. Кейла тут же бросается к ним с облегчением, осознавая, что все они живы, просто без сознания. Один за другим они приходят в себя, выражая смутные воспоминания в своих мыслях, которые были всего несколько мгновений назад. Но каждый герой ведет себя так, как и ожидал инженер. В мире есть места, куда даже гиганты боятся ступать. Предлагаю поспешить и двинуться дальше. Да, приятель, полностью согласен. Журнал, задание обновлено, мы потерялись. Но им нужно было пройти через это. Маленький сундук. В нем маленькая перчатка. Очки здоровья, скорость атаки 18. И очень большое время перезарядки. Почему оно на нас? Вот почему. Почему? И можно зачаровать. А зачарование на что? Перезарядка навыков на 15%. А у нее минус 18. То есть практически... Нивелируется. И одна ячейка есть. В скрине перезарядки. Почему минус 33? Зад Продолжение следует... Или наоборот, теперь на 33% быстрее перезаряжается. Было 18, плюс 15, стало 33. Тогда ладно. Посмотрим, к чему приведет. Что за жировня? Неизвестное топливо в жировне Дэва создает светящуюся дымку. В космосе. Платформа кажется парить в глубоком космосе, нарушая все законы логики. Комментарий Борна отлично описал, что чувствует весь отряд. У зрителей предел бесконечности. Немногие смогут увидеть нечто подобное. Перед отрядом стоит полдюжины конструктов Дэва. От их доспехов не исходит свет, а их головы опущены вниз. Их тут бросили? Это может быть ловушкой? Осторожно. Мэйф, оставайся сзади. Ты ко всему относишься так пессимистично? Вы мне еще спасибо скажете. А, это мы все тоже увидели. По мере приближения героев яркий красный свет извергается из глаз конструктов Дэва. Они поднимают руки, призывая оружие чистой энергии и атакуют. Рахим смотрит косо на шепот. Что там про пессимизм говорила? Далековато они атакуют. Но попробуем один раз. Тяжелый экзоскелет. Они мощные все. Энергетические ракеты. Притяжение. Оскорненный висп. О, сейчас месиво будет. Мы стоим в углу, они откуда пойдут. А, вот они. Так, вот это вот давайте. А то сейчас начнется всякая фигня высыпаться. Так, он не везю некоторое время. Может он не везет некоторое время после появления сразу? Да блин, его бейте. Почему они то выделяются? То есть я их отправил уже. Выделяют других, а они... Выделение сохраняется на тех двоих. Которые вроде бы уже должны выйти. Куда он побежал? Когда надо стрелять? Че происходит? Вот, издалека и стреляй. Этот баранген. Не убьют. Так, ошеломили. Я держал. Я фигурнится. последний да опять какой-то мусор дали ботинки скорость атаки 12 ну что такое сильный громыхающий голос звучит вокруг вашего отряда когда ваши герои оглядываются по сторонам пытаясь определить источник звука из воздуха появляются сферы светящейся энергии они кажутся окружается ваш отряд на высоте груди это существа дэвы шепот наши расчеты оказались неверны другой энергетическое создание светится и говорит и снова его слова повторили остальные дикие агрессивные примитивные что сказал ну иди сюда они они вернулись чтобы снова нас захватить это не экзоскелеты напали на нас первыми а скверненные экзоскелеты не дэвы мы просто защищались у нас с вами нет причин для вражды может быть мы пройдем мирно снова звучит гул свет энергетических сфер тускнеет сначала медленно затем быстрее без какой-либо закономерности вскоре все существа светятся и угасают с головокружительной скорости через мгновение свет тускнеет возвращаясь в изначальный вид вы находитесь на нашей территории в которой установлены наши правила чтобы пройти вы должны открыться нам чтобы мы вас оценили мэйв звучит это не очень хорошо что случилось госпожа слишком много секретов вот мне нечего скрывать и мне тоже каковы последствия провала испытания пожизненное изгнание из наших владений прекрасно мы принимаем ваши условия и по каким критериям вы нас собираетесь оценивать примитивные сознания ваши желания помыслы и действия идут вразрез друг с другом мораль это неискушенное понятие чуждое для нас когда то единство не находится в гармонии наступает хаос и доверие полностью угасает желание намерение и действие должны находиться в гармонии и как вы узнаете чего мы желаем нам анкету заполнить у вас последний шанс чтобы отказаться если вы согласитесь пути назад уже не будет отряд обсуждает между собой ситуацию а девы наблюдает за ними своими безглазыми формами придя к общему мнению Кейн высказывает согласие от имени всего отряда каждое энергетическое существо начинает ярко светиться заполняя все пространство ослепляющим светом все прикрывают глаза руками и оружием раздается глубокий резонирующий гул свет исчезает Рахим первый заглядывает за край своего топора они ушли вот и выяснили что мы из себя голос из пустоты все чем вы являетесь теперь нам известно можете продолжать мы будем наблюдать но имейте в виду в этом месте есть существа которые не представляют угрозы для дева но опасны для вашего вида журнал задание обновлен выучить язык знаков мы согласились представить перед судом дэвов загадочная раса энергетических существ другого пути не было для этого нам нужно выучить их язык знаков поскольку дэвы не признают устную речь ну и главная идея смыться отсюда так вы нам скажите кого можно бить кого нет сундук мир другой мусор все тот же шанс урона скорость атаки скорость передвижения сандалии не догонишь называется хуже во всем только шанс критического урона выше хуже во всем только шанс критического урона и просто таки 12 вот эту наверно мы ей вставим и зачаруем еще мы в чем проиграли сейчас ботинок куда делся который мы только что сняли броню можно уничтожить нельзя скорость атаки уничтожить что увеличить ладно увеличим скорость передвижения и броню скорость атаки плюс 6 процентов компенсировали ее плохое к нам отношение сейчас она вообще наверное еще хуже стал я считаю даже не заглядывал минус 4 нет так и осталось вот этих подросло у нее минус 4 а че у вас тут книжки может в библиотеку записаться можно как мы язык то учить будем ага ваше герои входят в комнату и ваша связь с ними укрепляется вы чувствуете облегчение испытываемое членами отряда здесь тихо из большого фонтана в дальнем углу течет небольшая струйка воды сверху падает свет от неизвестного источника он освещает большую каменную статую в центре комнаты статуя довольно простая сделана в виде знака плюс архим падает рядом с фонтаном бросая на пол все свое снаряжение и оружие вот это протягивается и зевает я понимаю тут можно и зажить эрик поддерживает здесь так мирно и приятно будто я снова в бескрайних лесах кайло здесь так хорошо все мои тревоги внезапно ушли лучше нам быть осторожнее к удивлению кайло никто не обратил на нее внимание даже шепот смеется над шуткой рахима ох коротышка не думала что мне также может быть так смешно эрик улыбая за стоит из рюкзака немного еды и садится у фонтана он предлагает угостить с борону который с радостью принимает это приглашение лучшего места мы здесь вряд ли найдем давайте расслабимся отдохнем несколько минут когда кейн садится у стены мэй садится рядом и кладет голову ему на плечо здесь заняты кейн в шоке в этой комнате есть что-то такое я здесь чувствую словно все так как должно быть можно я немного вздремнул когда она закрывает глазаки и насматривает прекрасное лицо лучницы вы чувствуете как бдительность щитоносца ослабевает рядом с мэйв в этой комнате точно что-то есть не выдерживая смущения щитоносец встает на ноги он аккуратно кладет свой рюкзак и сложенную тунику под голову мэйв я мне надо оружие осмотреть я разбужу тебя когда будет пора идти дальше тюфяк нам предлагают свалить комната со знаком плюс ваши герои посетили комнату с большим светящимся знаком плюс в этой комнате не чувствовали себя хорошо уверенно и позитивно это один из знаков который использует дэвы для общения с другими расами а попить из фонтана светящийся символ плюс парит в воздухе медленно вращаясь такой простой символ может в этом месте означать что угодно но ваши герои почему-то уверены что найдут его верное значение фонтан кто будет в незнакомом месте пить из незнакомой лужи традиционно кейн очки атрибутов увеличиваются на 3 на силу ему скорости и здоровье здоровье спасибо большое а можно еще мне не себе другу нет не знаю разлом в пространстве времени поем дальше оба на телепорт возвращает ваш отряд в башню но это место вам не знакомо когда герои смотрят вниз с уступа они видят лишь непроглядную тьму отлично еще одна бездонная пропасть не самое гостеприимное место да а почему оно должно быть таким воплощение башни здрасте ни стыда ни совести голос застает отряд врасплох кейн вынимает оружие и прищуривается знакомые искры энергии появляются впереди знаменуя возвращение воплощение башни она появляется с ярким красным светом и пугающим алым нимбом гостеприимство врагам не оказывают сколько раз повторять мы тебе не враги и при этом вы связались с ними с этими неземными разрушителями даже не пытаясь это отрицать я чувствую запах их энергии на вас мы не связывались ни с кем мы просто хотим добраться до дна этой башни мы пройдем через что угодно будь то друг или враг чтобы до туда дойти вы понятия не имеете с чем связались у них нет представления о добре и зле они уже несколько лет пытаются меня уничтожить они пытались перезагрузить аппарат по сбору маны я потратила много сил чтобы избежать катастрофы я не позволю вам им помочь мы аппарат уже отключили, алё ты нас слушаешь дух мы им не пытаемся помогать забудь мастер кузнец она слушает только сама себя время для разговоров прошло пусть теперь говорят мечи вы такие же как и все остальные кого он привел в башню не стоило мне вам вообще помогать мне следовало уничтожить вас при первой же встрече и я немедленно исправлю эту ошибку и я немедленно исправлю эту ошибку жестянки, волшебники, великаны а где второй? а вот он это кин это гном так а на этих она действует? а что я вот так биться будем у камней там посмотрим кто сильнее их заморозить нафиг все вскрыли отойти тут уже сами разбирайтесь вот эти мощные надо помочь здесь нас опять растягали сюда стягиваемся сюда выйти в этого надо а все ошеломили хорошо вот этого этих хлебом не корми у нас по-моему минус не дерево входит еще не делаю но вот 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 быстро очень только появляется и не успеваю только выделить и выбежать уже не успеваем из круга так нужно что-то массовое манимарте я зачеркиваю пока сосредоточимся на эту сторону ой на Поближе, поближе Броню Накрутить Пока справляемся, хоть я ничего не понимаю Нам нужна деревяшка Вот сюда Чтоб немножко фокус растянуть Вот замедляет, но столкни его вниз Уязвимости хорошо накладывает Ошеломлений вообще нет Все, последний Или у них сопротивление Ошеломление какое-то Ну прям заметно она стала меньше Останавливать их Сурово намахали Железяка что-то слабовато выдает Но все равно приятно, что он с нами Мистическое кольцо потока Регенерация Скорость атаки Скорость передвижения Очки здоровья 2 Ячейки Ячейки Атрибут скорость Регенерация Мана Здоровье Регенерация Регенерация Передвижения Скорость атаки Поглощения Маны Шипы Защита Устойчивость К ослеплению Очки Здоровье Регенерация Атрибут сил Атрибут здоровья Это хорошее кольцо Скорость атаки 4 А мы нашли Скорость атаки 8 Но нет маны За удар Урон Чуть-чуть Вырос Не считается Забыли Еще одна Кузня Надеюсь Не засосет Настоя Чар Оружие дальнего боя Уменьшает сопротивление врагов На 30% На 10 секунд То есть мы можем Ей сейчас Ну а нет Не можем Почему-то Странно Почему некоторые Можно Некоторые Нет Непонятно И здесь тоже Ничего нельзя перековать Перчатки Скорость атаки 12 Очки здоровья Скорость движения Ну и коммуны Не такие Крутые Не понял Сейчас Вот сейчас Вот она такая Мы нашли такую же Только синюю Она где? Вот Броня Очки здоровья Скорость передвижения Скорость атаки 12 Вот это сильно Но минус Сопротивление огню И воздуху Шанс урона Также выше Но атрибут Скорости 4 Да Сразу уменьшается Правда Крит возрастает Но все-таки Атрибут скорости Это сильно Влияет на общий урон Маленькая кузница И схема Когда 4 указа Были нарушены По всей артаре Начали пользоваться Магией невиданной силы Когда первый чародей Узрел разорение Земель и людское невежество Он приказал Собрать боевую школу Башни Это было сделано Чтоб самые светлые умы Среди чародеев Могли выработать Новые навыки Техники Использования Разрушительной силы Магии Самым эффективным Способом Мы можем Тренировать Эрика Денег у нас 3 500 Я думаю На 2 Захода Нам хватит И давайте Наверное продолжим Дальше У меня что-то уже А не Ну вот еще Книжка какая-то Заметки Экспедиции Порыв ветра Порыв ветра Разбросал Несколько листов Бумаги По полу Решив Что они могут Быть важны Ваши герои Тянутся за ними А только Борон поднял Один из листов Многие части Страниц Безвозвратно Повреждены Прочесть можно Только малую Часть текста На ней сказано Новые источники Энергии Работают Лучше Чем ожидалось Увы Их добыча Дорого Нам обходится Эти странные Машины С каждой встречи Становятся Агрессивнее И опаснее Мы уже потеряли Троих человек В предыдущем бою Должен признать В этих источниках Энергии Есть что-то Жуткое Порой Они кажутся Живыми Слив Заверил Нас Что они Не являются Формой жизни И он знает О них Гораздо Больше Нежели Чем мы Но все же Живых существ Нет О таких вещах Лучше Не думать А думать Надо Древние Контейнеры Для электричества Ага Молния В бутылке Понятно Со сливом Ясно Все Он Обманщик А Готово Разрушенный Этаж У него Уже Все Более Менее Давайте Ему Силу Дадим А так Здоровье Что-то Ему Понадобилось Последнее Время Ну и Скорость Дерево Прокачано Полностью Плечилку Прокачать Не хватает Возрождает Павшего Союзника Это Кстати Очень Полезно Особенно Я думаю Сейчас Когда Начнутся Настоящие Битвы Сделаем Стену Получина Выручает Нас Не стена Это Ледяной Дождь Блин Маленькая Комната Не может Быть Тут Засады Очередной Портал После Окончания Битвы В воздухе Появился Еще один Разлом В пространстве Он Похож На Первый Портал В мир Только Больше Мы Еще Не Все Посмотрели Малый Свиток Так Кому То Сейчас Что-то Перепадет Видимо У нас Гном Не дотягивает По мастерству Надо его Подтягивать А Мэйф И он Кстати Это не он Мы кстати По здоровью Тоже Не Ахти Плюс Плюс Один Силы Силы Это урон Гном Гном Дает Нормально У нас По силе Пока Проседает Кейн Надо было Мэйф дать А наши На дальний В бой Влияет Ладно Они так Хорошо Справляются Магическими Своими Штуковинами И тут Еще Как будто Горицын Люк Снова Меч Снова Слабенький Прям Один Другого Слабее Вот они Как на подбор Лежат Это правда Чуть-чуть С оглушением Уже Но без Рассечения Шанс Урона На 2% Выше И урон Только физический Без Дополнительного Урон Чуть меньше Машет он им Чуть чаще То есть Ничего не поменяется Только Хочется Другие Характеристики К сожалению Нет Есть кузница Можно попробовать Топор Зачаровать Но это Шанс Потеряется Критическом Ударе Плюс Надо будет Зачаровывать Опять И потеряем Оглушение Ошеломления Ослепления Придется Видимо Взять Паузу Все Вот эти Богатства Цыганские Переплавить В камне Собирать Мы можем Пока только Из обсидиана Адамантина У нас Пока нет Ладно Познакомились С делами Видимо Сейчас опять Отсюда Перелетим Куда-нибудь Дальше Будем Будем Контакты Налаживать Какой-то Седьмой Получается По счету Этаж Ничего Не понятно Никто За кого Никто Против Кого Что тут Вообще Кто Делает Как Все сюда Попали Почему Все Кверх Ногами И это Уже Я думаю Больше Половины Игры Оказывается То что я Думал Проценты Показывали Это Сколько Мы прошли Игру А это Проценты Получения Ярлыков Достижения Таких Ачивок Мы получили Больше Пятидесяти И вот Уже С момента Поражения Титана Большого Вот Который Лестницу Охранял Уже Все Значки Меньше Десяти Процентов То есть 9,7 Титан 9,10 Вернее Ну да 9,10 Человек Не прошли Дальше Это Немножко Тонизирует И Хорошо Что Мы Идем Видимо Повернусь Я на Предыдущий Этаж Побегаю Где-то Кот Должен Быть От Тайной Комнаты Я думаю Там Так и Устроено То Что Мы Не Добрали Это Кот Водится В Машину Загорается Эта Лампа Мы Телепортируемся Как Комнату Инженера И Собираемся Добрить По Тактике И Оружию Пока Справляемся Вроде В Следующий раз Идем Дальше В Владение Девов Видимо На сегодня Все Спасибо вам За внимание Всем Доброго Удачи И Пока Хоть Отношения Плохие Но Вся Команда В сборе Такие Все Бодренькие Спокойные Стоят Приятно Посмотреть Стоят Преступ Стоят